Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Каждую неделю, ну почти каждую, по пятницам, ну в основном по пятницам, Встречайте, Михаил Садорнов, в том шоу, неформат. Что вы хотите, а неформат? Неформат он и в Африке неформат. Друзья, ну здравствуйте. Радиостанция Юмор ФМ в прямом эфире продолжает серию остро-сатирических, Иногда даже политических передач неформат, поскольку не можем мы пройти мимо тех замечательных событий, Которые нас окружают в культурной жизни нашей страны. Нас волнуют, нас веселят, между прочим. Да, и, как всегда, с вами Михаил Садорнов. Я. Автор и ведущий этой программы. Ему помогают читать смс-ки. И я, меня зовут Максим Забелин, я продюсер радиостанции Юмор ФМ. Не так давно мне сказали, что вот, мы слышали эту шутку, все время говорят, повторяют ее часто по радио, Что с Михаилом Садорновым работает неформал. Это вы? Да, я говорю, это я, друзья, это я. Не запомните меня таким. Неформал. Ну, молодые путают значение слов. И я говорю, Максим, грядет беда. И беда не извне, а изнутри. Мы наполняемся обществом, общество наше наполняется непрофессионалами. А люди молодые, вот эти, которые сдали ЕГЭ, угадали ЕГЭ, купили аттестаты, закупили оценки, Они приходят работать. И на своих местах они ничего не умеют делать. Но вы можете себе представить, что в турбюро оформляет мне, значит, поездку и говорит, чтобы не было никаких... Я взгляну по компу. Многие взрослые говорят, по компу сокращаю. Это по компу я взгляну, сколько стоит билет, чтобы не было никаких инцестов потом. И у меня очень много подобных примеров, когда люди просто не понимают, что они говорят. И неправильное значение, как сказал при опросе, мы же проводим у меня на канале YouTube, мы проводим опрос молодых на улице. Не я, право, уже моя помощница, потому что со мной будут прикалываться, а я че-то серьезно. И один сказал, да я не националист, я русский, но я не националист. Я простой русский патриарх. Вместо патриарха. Так что... Так это Кирилл, наверное, был, нет? Так что не обижайтесь на них, они просто не знают значение слов. На самом деле, я хочу немножко вам возразить, Михаил Николаевич, потому что у вас состоялись два концерта прекрасных, вчера и позавчера. Да, это да. И я присутствовал на них, видел огромное количество молодых людей в зале. Правда. И как они реагировали, как они слушали то, что вы им говорите. У меня есть робкая надежда, что благодаря радиостанции ЮморФМ люди из всей нашей великой, большой, огромной страны смогут услышать те тезисы, которыми вы всегда умеете удержать аудиторию и которыми вы сможете откомментировать происходящие события. Но для начала, как всегда, друзья, у нас разминка. Если вы помните, наш номер 8870, короткий для ваших смс-сообщений, также работает гостевая на сайте веселаярадио.ру. Заходите, там же организованная и видеотрансляция. И, пожалуйста, присылайте все свои наблюдения относительно жизни, относительно того интересного и веселого, что в ней происходит. Мы обязательно это зачитаем в эфире. А пока некоторые наблюдения, которые у Михаила Николаевича накопились за прошедшее время. Вы знаете, Максим, я хотел сначала действительно поделиться такими более простыми наблюдениями, но сейчас вот эта тема у нас сформулировалась с вами. Непрофессионалы в нашей жизни. И я их так много встретил за последнее время, что я действительно ужасаюсь. Ведь скоро нельзя будет, например, пойти в кафе. Потому что пришли молодые люди работать поварами. А они, вот знаете, я даже скажу так медленно это, я грибы больше не заказываю. Они, грибы, они отличные. Они, во-первых, у них слово грибы другое означает. Да, русская, вы знаете, сейчас желтая пресса быстро очень напишет. Михаил Задорнов больше не заказывает грибы. Не употребляет. А эти же могут сварить мухоморы и будут думать, что хороший суп сварили. Они же умеют, молодежь умеет собирать грибы только в Гугле. Некоторые в Яндексе. И они же не отличаются. Итак, с поварами большая беда. Они не могут, бедные молодые, они поэтому ко мне ходят на концерт. Кстати, вы правильно подметили, почему они ходят ко мне на концерт. Потому что я им рассказываю, что они, я им объясняю, почему они будут плохо жить в жизни. Почему они плохо себя будут чувствовать в жизни. Почему они будут несчастными. Я объясняю, кто такие тролли, в конце концов. Потому что действительно много народилось таких пацанов с неудачным первым половым созреванием. И вторым, и третьим такая душа и тело в прыщах. И единственное, что когда они самоутверждаются, это если они нагадят другому. И они вдруг слышат другие мысли молодые у меня на концерте. И когда я им объясняю, ребят, вы же без интернета ничего не можете сделать. Ну-ка, парень пригласил девушку, решил ее накормить чем-нибудь, сам приготовить. Как сегодня готовят молодые? Они в интернет заходят, смотрят, как приготовить. А он на нее узнал, что любишь? Она говорит, цыпленка табака. А он говорит, я тебе приготовлю, я не могу. Зашел, поглядел в интернет, заполз туда, занырнул. А там написано, жарить цыпленка, внимание, слушайте внимательно, надо на плите. Ну, не написали, не уточнили, что на сковородке. И этот пентюх пожарил на сковородке. Ему долго, ну, простите, на плите. Ему долго пришлось отдирать этого цыпленка табака. Это сплошь и рядом, библиотекарша, молодая, такая, ресницы, все в библиотеке работает. А посетительница спрашивает, мне, пожалуйста, дайте Евгений Онегин нужен. И она Каренина. А она говорит, по компу посмотрела. Говорит, у нас нет таких авторов. И это, это повсюду. Вот такая же работает в книжном магазине. Ей говорят, посетительница, говорит, интеллигентная женщина, Обломова, Гончарова, пожалуйста, мне. Она говорит, вы сразу определите, с вами Обломова или Гончарова. И, ладно, в библиотеку, да, но они врачами работают. Максим, моя знакомая пришла в поликлинику и потом сразу мне перезвонила. Говорит, ты представляешь, молодой врач спрашивает. Я зашла, он спрашивает, чем вы больны? Я говорю, я не знаю. Он говорит, а что вы пришли, если вы не знаете, чем вы больны? А симптомы? Она говорит, я его назвала симптомы. Он по компу стал искать, какие лекарства в результате этих симптомов надо. Они хирургами будут работать. Они будут, когда на операционном стане, они будут выбирать 4 варианта. Из 4 вариантов что вырезать? Они летчиками будут. Скоро не лечиться, не учиться. Учительница в школе, они пришли учителями работать, молодые. Она говорит, у медали 2 конца. Как у медали могут быть 2 конца? Вашему сыну нужен портфолиум. Это все из речи сегодняшних учителей. Жанна Дарк была кастрирована. Как она могла быть кастрирована? Это все молодые учителя русского языка. Страна наполняется непрофессионалами. И вот это пострашней америкосов в Сирии для нас, между прочим. Когда моя помощница делала перевод в банки, А мне из банка однажды позвонила админи... Менеджериха. И говорит... Да, я ей говорю, надо перезвонить. Через час я занят. Вот готовы? Как говорит Задорнова, готовы? Что она мне сказала? Она говорит, через час по московскому времени. Кто, где, как? Они работают. Вот что ужас. Их бы на зону. Чтоб сначала вязать варежки научились, рукавички, валенки валяй. А потом их выпускать. Я звоню в Ригу, звоню молодых, спрашиваю. Я сегодня прилечу. Какая погода? Они мне говорят, мы должны посмотреть в интернет. Я говорю, я сегодня прилечу, в окошко выгляни, а? Он говорит, в окошко может неправильно быть. Как вам это нравится? Я говорю, ну давай, дождь по интернету, да. А в окошко солнце. Я выходил на пляж в Юрмале. Очень интересная наблюдашка. Молодых нет. Только старше 40 лет. И я понял, почему. Вай-фая нет. Они не умеют пользоваться пляжем, молодые. Я видел, как два кузнечика, он, она, беленькие-беленькие. Вы такой, фигуры вот этих компьютерных гениев таких, да. Такие третий год Дахау выпустили. Они выскочили на пляж, держать за ручки, не знать, что делать. И раз в ай-пэд. А вай-фая нет. Они расстроились. Ой, ну когда эти выходят на нудийский... А многие из них еще на нудийский пляж пошли. Это вообще улет. Там в Риге. В Юрмале, простите, есть нудийский пляж. Поверх написано, нудийский пляж. Я вообще не понимаю, как с такими фигурами вообще оголяться можно. Но когда... Ну, они же тут ходят, все на показ выставляют. Но, Максим, вот это гениально. Я не знаю, поймут мою наблюдашку или нет, но я смеялся реально. Написано, нудийский пляж. Первое, что я вошел, войдя туда увидел, раздевалка. Я говорю, зачем нудистам раздевалка? Я понял, они одеваются там. Они стесняются раздеваться. Но когда я увидел, кто там ходит, я думаю, боже мой, ну ладно, там девочка бы разделась. Но вот эти компьютерные вот эти уроды ходят там. Или старухи. А старухи, вы не представляете, простите меня за откровение, но такими грудями мух на стенке убивать надо. А, они щеголят на нудийском пляже. Ну и все рекорды побил. И мы хотим, чтобы пришел человек, мы его выбрали, он нас накормил, и мы все были счастливыми, в то время как сами проявляем полнодурие во всем. Ну и последняя наблюдашка, и я хочу, чтобы люди присылали свои наблюдения, связанные с непрофессионализмом, было русское слово, древнее, никака. Мы несколько раз об этом говорили. Сегодня должен быть не менеджер, не топ-менеджер, а топ-никака должен быть. Вот, чтобы присылали свои наблюдения, связанные именно с этой бедой грядущей. А в заключении быстро только одна помощница, то, что я начал рассказывать, в Эстонию отправляла перевод, и это опять говорит компьютерная баба, значит, нет такой страны. Как нет такой страны? Она говорит, ну вот посмотрите у меня, есть Исландия, есть Ирландия, есть Индия, а Эстонии нет. Друзья, присылайте свои наблюдения, будем счастливы. Да, 8870, друзья, у наших слушателей, Михаил Николаевич, только один немой вопрос, прежде чем уйти на рекламу. Что вы делали на нудиском пляже? Через некоторое время продолжим. Друзья, ни разу за время обещания нашей программы никто еще не оставил записку под крыльцом. Мы просматриваем регулярно. Но ваши звонки на 0731 приходят постоянно, и мы их, как всегда, суммируем в конце программы и устраиваем небольшой блиц из ваших вопросов и ответов Михаила Николаевича. Также 8870 уже прямо сейчас трещит по швам от ваших смс-ок и гостевая книга. Ну, зачитаю некоторые. Да, у меня тоже. Да, из Республики Торстан. В игрушечном магазине, пишет, видимо, продавец магазина, покупатели теперь часто спрашивают развивающиеся игрушки вместо развивающих. А потому что дети не развиваются, хотя пускай игрушки развиваются. Диктор на одном из московских телеканалов. В Москве установилась холодная температура. Ой, раньше бы уволили сразу. Как холодная температура. Имела в виду политики, результаты выборов. Я, знаете, ведь это молодые люди пришли, ведь работают кинорежиссерами, сценаристами. И вот, например, сегодня юбилео Меньшова, а он, например, свои слова сам пишет, переделывает. Он говорит, ну, это безграмотно пишут. И действительно, я смотрю тут фильм одного молодого такого режиссера, который снимает кино не для всех. Он гений. Здесь человек только понимает, о чем он снял, которому он рассказал, о чем он снял. И там на Северном полюсе человек моет руки в океане, в Ледовитом. А второй говорит, осторожно, здесь самая температура холодная в мире, воды. То есть они элементарно, они из шестого класса физику не проходили. Они элементарных законов не знают. Но меня сейчас потрясла одна афиша, когда я сюда ехал. Это мне очень понравилось. Вот это наблюдашка очень хорошая. Предыстория. Теперь стараются писать на афишах живой звук. А на Украине вообще обязаны писать живой звук, иначе не разрешается актеру выступать. Фонограмма запрещена на Украине. Ну, первое, когда я искренне хохотнул, увидев свою собственную афишу в Ялте, задорно в скобках живой звук. Значит, вот заставь менеджера Богу молиться, он и лоб расшибет всем менеджерам. И вот это, а я спрашиваю, кто написал, референт продюсера. Вышла козявка козявкой, мозг тютельный, но она референт продюсера. Раньше таких секретутка называли. А теперь референт продюсера. Но я думал, это ограничится этим. Нет. Пожалуйста, афиши по Москве висят. Ночь живых музыкантов. Как вам это нравится? А утро мертвых музыкантов, что ли, у вас будет? Но когда я увидел на рынке объявление «Живое молоко от живой коровы», слово, вот это все наша безграмотная совершенно молодежь. Молоко от живой коровы. Друзья, мы ждем ваших сообщений. Ну вот еще буквально одно. Мы живой звук у нас. Живой звук и прямой эфир. Я думаю, что нужно об этом. Под фонограмму не работаем. Я сейчас перейду к новостям. Да, давайте. А то, собственно, как-то мы заболтались малость. Да, как вы знаете, в России затеяна реформа Российской Академии Наук. Да, конечно. Очень много копий сломано на этот счет и очень много разных мнений. Хотелось бы, конечно, услышать ваши, тем более, что есть вопросы от наших слушателей, что вы думаете по этому поводу. А чтобы эту тему, ну, двинуть вперед, зачитаю сообщение Интерфакса. Так вот, сотрудники полиции вчера задержали двух молодых людей за то, что те установили надгробие и возложили венок Российской Академии Наук у здания Госдумы. Это был несанкционированный пикет. Они привезли с собой некое надгробие и начали возлагать туда цветы, к этому импровизированному надгробию. После этого сотрудники полиции их задержали и сопроводили полицейский автобус. Ну, непонятно кто это, не сообщается. Но, видимо, это какие-то молодые ученые, может быть, не очень молодые, но, тем не менее, люди, которые переживают за будущее российской науки. Ученые со своей стороны говорят о том, что чиновников нельзя допускать к управлению наукой, поскольку, по их мнению, по мнению ученых, вся реформа направлена на то, чтобы дать возможность чиновникам как раз, собственно, это делать, управлять российской наукой, а не только активами, как об этом говорится. В то же время чиновники говорят о том, что неэффективное управление самими учеными, которые находятся в своих лабораторных кабинетах и страшно далеки от народа, привело к тому, что российская наука переживает системный кризис. Кому верить в этой ситуации? Потому что вопрос такой, прямо скажем, серьезный. Ну, то, что верить нельзя чиновникам, это понятно любому здравомыслящему человеку. Я вообще хочу начать издалека, и, честно говоря, я не очень хочу шутить сейчас, в данный момент, потому что тема очень серьезная, тем более, что я тоже ведь из науки пришел. Мы в МАИ занимались наукой, но у нас ученые, учеными руководились сами ученые. Ведь возглавляли группы ученые, нашу группу лабораторную возглавляли ребята, понимающие проблемы науки. А сегодня действительно отдается чиновникам. Конечно, это делается с одной целью. Вот ограбить все, разграбить все. Кто такие чиновники? Вот что я считаю, поправьте, если я не прав. Если у человека есть способность к искусству, он идет работа в искусство. Если к науке, в науку. Если к медицине, в медицину, к производству, в производство. Если у человека нет способностей ни к чему, он становится чиновником. В наше время начинает руководить теми, у кого эти способности есть. Пока они у них тоже не исчезают. Вот что и произошло сегодня с наукой. Часть забрали американцы, часть разъехалась по всему миру ученых, а последнюю часть должны уничтожить у нас в стране. Я когда-то рассказывал вам об одной встрече в Бостоне. Вот сейчас будет небольшой у нас перерывчик. И я потом расскажу. Это имеет самое непосредственное отношение к тому, что происходит сегодня у нас. И с реформой образования, и с реформой в науке. И я же много раз выступал в Дубне. И Дубна в ужасе. Это гордость, гордость советской науки. Когда мир завидовал открытием, 24 элемента найдены были в Дубне нашими учеными. Новых элементов. Вы представляете, что это? В какой, за каким углом дальним курили американцы нервно, подергиваясь. А сегодня что происходит? Им нужна недвижимость. Они готовы продать коллайдеры, синхрофазотроны, камеры Вилсона. К сожалению, некоторые ученые их поддерживают. Они предали науку. И вот поэтому таким, как Фурсенко, там на кремлевских антресолях легко. Потому что всегда везде есть предатели. Не надо брать напором, кого хочешь завоевать. Надо горшок с золотом приготовить и на осла повесить. И запустить осла. Это сказал еще Актавиан, римский император. Вот чего и делает сегодня наша власть, наши правители. И об этом, я думаю, надо еще поговорить. Потому что я знаю, я был свидетелем одного очень интересного момента в нашей истории российской новой. И я хочу об этом рассказать. Она раскроет многим глаза на то, что сегодня действительно происходит. Да, есть лохи чиновники, которые думают, что они на пользу Родине работают. Это лохи. А есть не лохи. Вот про тех не лохов я и хочу рассказать. После небольшой рекламной паузы мы обязательно об этом поговорим. Не забывайте присылать ваши смс-сообщения. Мы также их почитаем. Ну и впереди у нас еще очень много новостей. И Сирия, и Сноуден, и Соединенные Штаты. О, я тут. Друзья, продолжается программа «Неформат». Прямой эфир из студии в Москве. Михаил Задорнов отвечает на ваши вопросы, подводит итоги недели. И приходят сообщения, мимо которых нельзя, наверное, пройти. Я позволю себе засчитать одно. Это сообщение в нашей гостевой книге. А потом мы перейдем к смс-кам. Итак, пишет нам, пока не буду говорить, кто пишет нам наш слушатель. В случае жизни захожу в кафе, собираюсь пить пиво. Продают по 300 и 500 грамм. Заказываю в один бокал половину темного, половину светлого. Цена у них одинаковая. Бармен считает долго. Потом говорит цену. Как будто я взял 600 грамм. Я возмущаюсь, а она в ответ. У меня кассовый аппарат по 250 не выбивает. Гениально. Гениально. Но гениально другое. Ну, дальше. Когда я посмотрел, кто это написал. Написала нам девушка, я фамилию не буду читать. Ее зовут Настюшка. Ей 6 лет. Настюшка! Это, видимо, папа под аккаунтом дочки. Папа под аккаунтом дочки. А может ли сама Настюшка? С папой ее привел туда, попадал за пивка налить. А она вот заметила. Да, кстати, на этой неделе стало известно, что в Госдуму будет вноситься законопроект о том, чтобы детям запретили, наконец, присутствовать в увеселительных заведениях после 23 часов. Выяснилось, что в законе прописано, что детям запрещено после 23 часов находиться в заведениях, где предлагаются только услуги сексуального характера, либо только алкогольные напитки продаются. Но так как практически нет заведений, которые только услуги сексуального характера предлагают, значит, предлагают что-то еще, пользуясь этим, детей пускают в заведение. А, то есть мультяшка, ну погоди, а рядом секс-шоп. И вроде как нормально. Вроде да, не только. А вы знаете, что дети капитана Гранта плюс 18? Нельзя смотреть сегодня до 18 лет. Вот так вот. И дом 2 плюс 18. Значит, получается, как-то вот сравнялось. Оказывается, мы тоже были воспитаны такой бессовестностью. Ой, а... То есть, ты скажешь, что дом 2 сегодня, это дети капитана Гранта вчера? Да, вот представляете, наши дети капитана Гранта сравнялись с домом 2 на сегодняшний день. Ой, а в кафе у меня же еще... Настюшка, милая, если ты нас слушаешь... Не бодяш пиво так. Если сейчас не очень пиво напилась. Под папиным аккаунтом, наоборот. Но мне в кафе, вот, клянусь, не вру, подошел гастарбайтер-официант. Вы представляете, сегодня со Средней Азии гастарбайтеры работают официантами. Ну, ладно бы посудомойками, но официантами. И он мне говорит, я не могу, я до сих пор хрюгаю перед самыми удачными моими воспоминаниями. И он мне говорит, вино будете белое или черное? Черное вино, вы пили когда-нибудь? Он белое, черное? Он так и спросил, он вместо красного назвал черное. Может, у него черно-белый телевизор там дома, я не знаю. А он слов не знает русских. В туалете, в Платном, в Москве, гастарбайтеры же убирают его. Написано, смевать водой и вядрой. Прекрывать вядрой. Прекрывать вядрой. Ужас, ужас. Вот вам небольшое сообщение из твиттера веселая радио точка ру. Шеф-повар японского ресторана так загрустил по родине, что вместо мисосупа подал гостям кумыс. Слушайте, а вы знаете, как на Дальнем Востоке японец, вот мне недавно прислали сообщение, ехал в поезде, ему проводница мокрое полотенце дала. Он говорит, я суши не заказывал. А у нее нет других сухих. Он говорит, что все суши заказали в поезде пассажиры. Я хотел эту историю вам рассказать. Да, конечно. Она не хорошая история, но она почти детективная. Конец 90-х годов. И меня еще пускали в Америку, я в Бостоне. И в гостинице Редженс и Хайетт ко мне подходят американцы и говорят, я вас давно знаю. Я говорю, откуда? А он такой посидевший Джеймс Бонд. Он говорит, я возглавляю департамент ЦРУ по изучению России. Я говорю, нормально. А у меня бы расстрел по возвращении на родине раньше был. Он говорит, времена изменились. Мы проводим конференцию русских бизнесменов и политиков. Вот так он мне и сказал. Я говорю, где? Он говорит, в этой гостинице. Вечером я вас прошу, у нас закрытие конференции. Автопати. Кстати, смешно наши пишут. Автопарти. Как будто партии автолюбителей каких-то по русскими вогами. Он говорит, автопати. Он очень хорошо говорит по-русски. Я говорю, откуда вы так хорошо знаете русский? Я в советское время был военным атташе при американском посольстве. То есть главный практически резидент. Вот. И он меня пригласил попить чайку вечером на автопати, когда будут все, как он сказал. Максим, дорогие радиослушатели, я действительно увидел всех. Я увидел всех, кто сегодня практически рулит нашим образованием. Кто потом стал олигархом. Я много будущих олигархов увидел, бизнесменов. Я много увидел тех политиков, которые называют себя демократами. И этот Джеймс Бонд, будем его так назвать, я не помню, как его звали. Он действительно меня пригласил на чай и даже булочки не купил. Скупердяй редкий оказался. Мы с ним сидели, разговаривали. Он говорит, мы знаем все. Мы знаем, кто убил Листьева. Мы знаем, кто убил Старовой. Я говорю, вообще-то мы тоже знаем. А насчет Листьева, так вот, между прочим, те, кто его заказывали у вас на конференции сегодня. Он завис от такой моей наглости, между прочим. Но мне он сказал тоже фразочку ту еще. Говорит, мы по вашим выступлениям, мы вас изучаем ваше выступление. Мы по вашим выступлениям пытаемся понять психологию русских, он мне говорит. Я говорю, вы меня сейчас вообще-то в предательстве обвинили практически. То есть я теперь каждое свое выступление буду рассчитывать как предательство России. Но подошла знаменитая демократка, наша одна, неважно кто, рассказала такой анекдот, от которого ЦРУшник покраснел. Она счастливая, что она вогнала в стыд Джеймса Бонда от Афа. Подошел Березовский. Обнялись они, царство небесное воре. Но, тем не менее, я то, что было, рассказываю. Подошел еще один известный сегодня демократ. Тоже приобнялся с ним. Потом мне отвал в сторону. Говорит, Миша, осторожно, знаешь, кто это? Я говорю, я? Я никто. А ты вице-премьером был, дорогой. И вы все, оказалось, многие читали лекции, как мне потом рассказал Джеймс Бонда. Получали от 30 до 50 тысяч долларов. Какие они могли лекции читать? Это завуалированная форма оплаты агентов влияния. Так вот, знают об этой конференции многие и помнят эту конференцию. Но рассказываю сегодня о ней только я. И вы знаете, что? И вот сегодня я смотрю на тех, кто рулит нашим образованием. В науке они там были. Вот в чем-то. Вот кто эти не лохи, которые должны доразвалить все остальное. Я удивляюсь, как наш президент этого не знает. Ведь он не агент влияния. Ведь он боец. И когда у него тренер умер, он пошел... Он, в общем, был очень расстроен. И он не играл это. Умер человек, который научил его драться. И сегодня мне очень нравится, как Россия с подачи нашего президента ведет себя в международной политике. Но я категорически не приемлю. Это преступление и предательство, то, что творится внутри России. Вот все, что по отношению сегодня к Сирии, мне правда нравится. И это противодействие гей-парадам. Мне все нравится. Я даже такую формулу выработал. Россию сегодня винят. Говорят, что она неблагоприятная страна для жизни. В Европе написано. Потому что она не признает геев. Я выработал нормально. Я выработал формулу. Если тебе не нравится Россия, ты гей. Тогда. Но то, что творится внутри России, конечно, это не в сказке сказать, не клавиатурой нащелкать на сегодняшний день. Не настучать, как сказали бы мы раньше. Да, я хотел просто сказать, что Элтон Джон заявил, что он не будет отменять свой концерт в России. Намечен на начало декабря и все равно приедет. Ну, потому что многие же сейчас... Не хотят. Великие гейни. Они как бы... Гейни. Гейни говорят, что они не приедут в Россию в знак протеста. Потому что в России невозможно теперь жить. Страшно. Как? Какие парадов нет? Как жить в этой стране? Но он приедет поддержать наших младших товарищей. Слушайте, а вы читали, что в следующей Евровидении Европа ведь декрадирует нравственно. Она развивается бытово, а нравственно... От Австрии, да, поедет бородатая баба на Евровидение? От Венгрии шпагоглотатель. Все полный набор глашиного цирка. А гей-шпагоглотатель. Вот это он... Он... Это виртуозно делает. Побойтесь, побойтесь гей-парадов. Я думаю, они уже скоро начнут собираться здесь у крыльца. Не, мы про Евровидение нечего. Ладно, коснем у крыльца за шпагой. Друзья, у нас небольшая рекламная пауза, чтобы вы могли отдохнуть и послушать интересную информацию о различных препаратах. Да, нас слушают разные люди. Да, я сейчас слышал, кто нас слушает. Я даже привстал. И они присылают смс-сообщение, Михаил Николаевич, на наш телефонный номер 8870 со своих мобильных. Я уверен, что они звонят, дам не кивают. Владимир Владимирович не может дозвониться. 0731, правда, услуга платная, 18 рублей. Тогда он не звонит. В городе Волоколамске, некоторые сообщения, запчитаем, висит плакат «Мрамор из бетона». Ну, видите, люди откликнулись на бой призы. Все видят, что происходит в обществе, как наполняется не профи, не каками. Зашла в магазин, пишет девушка, выбирать корзину для своего котенка. На боку корзины надпись. Корзинка предназначена для котят, щенят, тигрят и других домашних животных. Ага. Бегемотят. Еще туда можно. Жирафят. Жирафят добавлять. И слонят. Разговор в салоне одного из операторов связи. Ну, точно, в листа, в фокус, в ту тему, которую я обозначил. Это же люди сейчас присылаются. Значит, они видят это все. Разговор в салоне одного из операторов связи. Девушка. Почему так дорого разговор из Астрахани? Это международный роуминг ответ. А что, Астрахань за границей? А где же? Ну, вот и что мы будем делать через 20 лет? Астрахань за границей станет все же просто. А, и все, тогда, конечно. Ну, тем более Хабаровск, Владивосток. Там уже есть претенденты. Да. У сына знакомых в школе учительница по труду замещала учительницу по русскому. Это обычная ситуация, не переживайте. Это обычно. Да. Вот скрипача в оркестре сантехник может заменить. А что на трубе сыграет на фаллопиевой? Какой кошмар. Дав задание поставить ударение в имени Коля, получила ответ, что ударение падает на О. Это ученики ей сказали. Ученики ей сказали, да, хорошо. Нет, нет. Нет, сказал учительница по труду, который замечал учительницу по русскому языку, потому что та замечала учительницу по пене в это время. А та нажралась и не вышла на работу. Подумала и сказала, что ударение падает на Я. О, так как проверочное слово Колян. Это директор школы. Это у них зона. Зона такая, не школа, а зона такая. Пахан Колян. Колян, ты скоро попросил нас поменяться. Колян, проверочное слово на все. Да. Михаил Николаевич, ну что, есть еще несколько серьезных очень сообщений. Я бы единственное, Максим, хотел закончить тему с наукой. Да, конечно. Знаете, ведь смотрите, что происходит. Закончить тему с наукой. Да, не я один. Но вот что получилось. Ведь чиновники хотят сегодня превратить науку в коммерческое предприятие. И бабки с нее даже иметь. Но это преступление, это и есть предательство интересов Родины. Потому что наука должна содержаться государством, тем более таким государством, где такое количество закромов Родины прет из-под земли просто. И смотрите, что с Курчатским институтом. Ковальчук практически разваливает его, превращает совершенно в какой-то административно-корпоративный такой интерес это все. А ученые, настоящие, ученых увольняют один за другим. Такая же ситуация. Я недавно понял, почему. Вот Путин говорит, у нас образование никогда не будет платным в школах. А что значит? А на деле, а в институтах, школах? Закладывают в зачетки 3 тысячи за тройку, 5 тысяч за пятерку. Вот почему министерство хочет на стабальную систему образования перейти. Да. Они из себя корчат бизнесменов, без несюков таких. Ну что, ребят, мы в капитализме существуем. И здесь зависит только от самого человека, есть совесть или нет совесть. Тем временем, тема, о которой мы очень много говорили в свое время, и которая подвергалась, как вы помните, критике со стороны политической партии и граждан, тема эта касается перехода на зимнее время. Сегодня по каналам агентства Интерфакс пришло сообщение, что в Госдуме предлагают вернуть зимнее время. Депутаты высказываются за возврат его ради здоровья детей и спортивных болельщиков. Утверждая, что голосов трех оппозиционных фракций и членов фракции «Единая Россия», которые представляют эту инициативу, хватит для принятия соответствующего закона. Так что скоро, видимо, опять будет зимнее время. Ну, что вам сказать. Вот я вообще думаю, что игры со временем, они не просто парадоксальны. Не надо играть со временем. Все в истории, кто менял календари, рано умирали. И со всеми были неприятности. Юлий Цезарь только поменял календарь, был убит. Папа Григорий, которому приписывают Григорианские, тоже недолго прожил, после того, как Григорианский календарь был утвержден. Петра Первого быстро отправили к вратцам, как только он ввел эту реформу. Календарь индейцев майя, майя вообще исчезли. Майя всем народом писали и все исчезли. Поэтому, ребята, осторожнее играйте с календарным временем. Дело в том, что время нам дано Богом. И поэтому наши предки говорили не 12 часов, а полдень. Это когда тень коротка, самая короткая тень. А сегодня настолько доигрались, что тень самая короткая в 2 часа летом. Значит, биоритмы человеческие сдвинулись на 2 часа. А это значит, что мы живем не в синхроне с космическими потоками. Поэтому мы чувствуем магнитные бури, у нас аллергия. И мы вялые с утра до вечера. За окном холодная температура. Да-да, зимой холодная. Как так? Опять снег выпал зимой. Они еще должны принять решение, чтобы снег зимой не выпадал в Москве обязательно. Надо какое-то вынести режим. Что такое каждый раз так неожиданно? Вот, что я бы хотел сказать по поводу игр со временем. Ну, а с другой стороны, может быть и лучше хотя бы будет с точки зрения, я не знаю, ну работы легче вставать. Так, с точки зрения бюрократической, это лучше человеческой. Не трогайте время. Особенно меня умиляет здесь забота о спортивных болельщиках. Вот. Ну, видимо, то, что поздно на матчи идти, потом утром рано просыпаться надо и так далее. Похмелюга опять у большинства. Ну, вы знаете же, что в Штатах существует специальный выходной после Супербола, после Кубка в национальный футбол. Я не знал. Там есть официальный выходной. Я не знаю, во всех Штатах или нет, но абсолютно точно в ряде Штатов он существует. Потому что это спортивное событие настолько интересно рядовым американцам, что, глядя его заполнишь, самая дорогая реклама ровно в этот матч Суперкубка по американскому футболу. И вся страна смотрит и на следующий день отдыхает. Вот так спорт повлиял на зимнее время. Они многому у нас научились. Они научились добавлять выходные. Знаете, как американцы приехали 5 мая к нам, а у нас никто не работает. Они приехали бизнес делать, реально тупые пацаны. Спрашивают, почему никого нет на работе. Говорят, у нас выходной праздник какой? 1 мая праздник. Говорят, до какого? До 12-го. Хотя, если бы сегодня кто-то в свою предвыборную кампанию догадался сказать, что после каждого футбола, я считаю, нужно сделать выходной, он бы мгновенно стал президентом у нас. В этой стране поголовных лентяев надо агитировать не вот так. Так вот мы увеличим пенсии. Все равно никто не верит, что вы увеличите пенсии. А вот в это все верить будут. Друзья, мы сейчас на некоторое время прервемся. У нас небольшая рекламная пауза, чтобы в начале следующего часа выйти с порцией очередных свежих новостей и обязательно с комментариями Михаила Задорнова, с вашими смс-сообщениями на 8870, звонками на 0731. Гостевую книгу посещайте веселаярадио.ру. Смотрите интернет-трансляцию. Там, кстати, очень многое происходит, то, что остается за эфиром, но в камерах и микрофонах можно это все увидеть и услышать. В начале следующего часа встретимся. Программа «Неформат» продолжается в прямом эфире радиостанции «Юмор.ФМ». Мы работаем на всю страну и за ее пределами, и поэтому я вижу, что приходят смс-сообщения не только из России, но и сообщения на нашу гостевую книгу из разных стран. Даже из Соединенных Штатов, Михаил Николаевич, приходят сообщения, и люди удивительные. Это мне, наверное. Человек из США. Мол, приедете или нет. Удивительное сообщение человека из США, правда, имя русское, подписался, пишет «Расскажите, пожалуйста, про американцев». То есть он живет там, но его мало. И вот так достали америкосы по полной. Он хочет от нас услышать. Сейчас расскажем. У нас тут припасено кое-что, иначе я пришел на эфир. Да, пока некоторые сообщения от вас, друзья. В Сухове на дверях столовой написано «Работаем с 11 до 16 без обеда». Подмечено. Да, в другом месте я читал. Это во многих местах пишут подобные объявления. Я читал, мы работаем с 14 до 16 без обеда. Вот эти два часа, но без обеда. Как они? Вот они перенапрягутся иначе. В «Бугуруслане» диктор вывел новый вид спорта. Я не могу, я засмеялся. Бег с разбега. Разбежался и бежишь. Друзья, состоялись областные соревнования по бегу с разбега. Да. Ну, примерно так, наверное, это должно было звучать. В центре победителем бега с разбега стал разбежавшийся до невиданных высот бегун. Есть замечательное сообщение из Перми. В этом городе висела долгое время реклама. Мы работаем в любом состоянии. Гениально. А, за бог, а сад, конечно. Без обеда, видимо. Без обеда с 14 до 15. Без обеда. Когда работал в магазине, я вот это не въехал, Максим. Я попросил нашу уборщицу, тоже из письма. Я попросил нашу уборщицу написать список, что ей нужно для уборки. Она гастарбайтер. В результате получает список швабра через турябка, средств для мытья окон, веник. Но слово пылесос было написано верно. Вот интересно. С техникой, значит, умеют уже работать. Потому что швабра, средства для мытья, веник и тряпка – это не технологические новинки. А пылесос – это то, где нужно приложить ум, знания, квалификацию. Куда, собственно, гастарбайтеры приглашаются на высококвалифицированные фронты работы. Знаете, мне один человек сказал, очень интеллигентный, говорит, «Как страшно стало жить в России. Национальная идея России, по большому счету, это русский язык. И когда его мусорят, национальная идея невозможна». Смотрите, мы получаем с вами сообщение одно за другим. О том, что происходит и как губится наша национальная идея. Продолжение. Помните истории про Астрахань, которая в международном роуминге проводится? Вот пишет молодой человек, что он отдыхал в Турции и познакомился с девушкой. Она сама из Москвы. А он сказал ей, что живет и в Екатеринбурге. Она спросила, а это Россия? Екатеринбург, конечно. Но это Швейцария. И мне один парень рассказал, как звонила ему девушка его, которая начала учить английский, потому что стала работать в банке. Естественно, референтом. И вот референтом надо знать английский. Она у меня спрашивает, что будет, что означает I don't know. Он сказал, я не знаю. Он сказал, блин, никто не знает, кого не спрошу. Прекрасно. Ну, а теперь, для того, чтобы знать, что означает I don't know, вернее, если вы знаете, что значит I don't know, вы можете, в принципе, уже ехать в Соединенные Штаты, потому что это их знание языка достаточно, чтобы посетить. Окей. Окей, only five dollars. Итак, изменение правил безопасности в посольстве США в Москве вынудили посетителей закапывать электронику и наушники. Так называется статья. Это даже меня интригует. Так, я внимательно слушаю. Теперь рассказываю. Коротко передаю смысл статьи. Для того, чтобы получить американскую визу, а ее получить довольно непросто, нужно пройти серьезное собеседование в посольстве США, например, в Москве. Если раньше, уже довольно давно, нельзя было в посольство проносить электронные приборы, поскольку американцы опасаются, что кто-то будет на территории установить прослушки, ну, не знаю, по каким причинам. Короче, электронные приборы и жидкости на входе в посольство сдаются в специальные приемники. В пластиковые пакеты их упаковывают и убирают в ящички. Тебе дают номерок. Ты идешь, проходишь собеседование, возвращаешься, отдаешь номерок, тебе возвращают все твои вещи. Так вот, недавно было введено ограничение на сдачу электронной аппаратуры. Видимо, народ приезжает с таким количеством вот этих приборов, которые сейчас называются гаджеты, что американцы не в состоянии их хранить. Поэтому они сказали, что принимаются теперь только исключительно мобильные телефоны. А у ведь народа что еще? Наушники, айпеды, айпады, различные приборы, приборы ночного видения. Ну, с кем идешь в посольство? Ну, а как иначе, да. Так вот, сейчас очень сильно американцы озабочены следующим. Вокруг посольства разрыта территория. Поскольку люди приходят с пакетами, закрывают все в пакеты, то, что у них не принимают, и зарывают в клумбу рядом с американским посольством. Ой, гениально. То есть клумбу, которую американцы так тщательно вырывают, а эти в клумбу зарывают. Да, еще жалуются на то, что рядом с полицейской будкой зарывают вот эти предметы, похожие на айпеды. А у них закона нет, по которым не гениально. И еще люди наловчились даже прятать это за бетонными блоками. Для этого бетонные блоки сдвигают друг с другом. Представляете? Вот это, вот наши. Вот, Максим, мы поэтому непобедимый народ. Нас невозможно вычислить. Бедные американцы не знают, им закон же надо издавать, чтобы бороться с теми, кто зарывает свои вещи в грядках. Но я был в Гонконге. Я в этом, вот, у меня сразу прямо картина такая всплыла в памяти. Гонконг, Эушен Парк, это как, ну, как Диснейленд. Там много всяких морских чутищ, вообще такие очень экзотические животные. И, естественно, в Гонконг, когда приезжают, там особенно смотреть нечего. Небоскребный, небоскребный город. Но Эушен Парк привлекает всех, а люди едут туда, все национальности, все народы. И вот я сижу на центральной площади, Максим, я уже посмотрел панд. Панды, основная достопримечательность. Панды и пингвины. Ну, естественно, там акулы, это все есть. И вот я уже все посмотрел, мы с семьей были, и я сижу, ем мороженое, наблюдаю за народами. Вот китайцы, как китайцы ходят по Эушен Парк. Впереди китайцы с лошком идет. Сзади весь миллиард китайцев. Плата друг друга, чтоб никто не потерялся из этого миллиарда. Я и на них смотрю. Они такие дисциплины, это страшно. Они к нам вот так и войдут. Вот впереди с лошком, а им только войти к нам, им воевать с нами не надо. Далее, японцы своим полумиллиардом за японкой, которая сиси Васики, сиси, сиси, сиси. Они, когда приходят в такое место, вот как в Диснейленд, подобное, они сначала идут к плану. А по центральной площади план. И на этом плане все точно. Вот панды, вот, да. Я по плану ходил. Вот немцы. Они сразу к плану идут. Зарисовывают. Им к пандам. Я воль, я воль, я воль. Да, сиси, фантастич. И идут точно к пандам. Наши. Максим, никогда. Три метра от них план. У них даже мысль не появляется подойти к плану и посмотреть. Они стоят у фонтана и решают к пандам пройти. Голосуют каким путем? Демократическим путем. Ой, как ты думаешь, он у нее спрашивает, как к пандам идти? Ну, что значит думаешь, у тебя план за тобой. Она говорит, по-моему, туда. Почему она думает, что по-моему, туда, понять невозможно. Он говорит, а почему ты так думаешь? Она говорит, там пингвины. Почему пингвины и панды должны быть вместе, понять невозможно. Ну, алфавит уже. Ну, наверное, пингвины, панды. Они пошли. Я-то знаю, где панды. Ну, я русский, я хочу посмотреть, чем дело кончится. То есть вы идете за ними и едите мороженое. Нет, я взял вторую порцию и жду, потому что они вернулись. Но посмотреть на план опять нет. А их было пять человек. А у тебя какое было предложение? У другой спрашиваю. Она говорит, я же говорил, о труда надо идти. Они идут опять не туда. Они возвращались в три раза. План никто не смог. Вот почему мы непобедимы. Почему немцы не могут нас победить, Максим? Да потому что, вот представьте себе, немцы выкрали план наступления советских войск. В пять утра с юго-запада. Наши проснулись в три. Делать нечего утра. Говорят, может, пойдем? А, говорит, а как надо наступать с юго-запада? Как ты думаешь, где юго-запад? Он говорит, я что-то, по-моему, там юго-запад. Палец в рот, высунул, ветер дует. Вот там вот, говорит, юго-запад. И с северо-востока в три утра через болото непредсказуемо появляются наши. Да. И мы хотим, чтобы нас сорганизовал выбранный дядя. Ну, а сами не-не. Нет, к плану подойти нет. Сорганизовать и прибраться на собственном балконе никогда. Да, извините за тем, что... Да, я просто по поводу планов хотел рассказать, в том числе и географических, о том, что пришло сообщение. Интерфакс передает, что систему ГЛОНАСС могут сейчас применять для полетов на Луну. Поскольку ГЛОНАСС имеет широкий район применения от поверхности Земли. До двух тысяч километров. А там самолеты не летают, но космические аппараты уже появляются, заявляют в Роскосмосе. ГЛОНАСС не сработал на Земле, сработает на Луне. На Луне. Ну, представляете, негодяи, а? То есть, они еще мало украли. И мало того, что они тут не могут наладить микросхему нормально, да? В советское время бы они валенки валяли все. А тут они придумали новую схему для отсоса денег из-за кромов Родины. Потому что на Луну ГЛОНАСС дороже будет стоить для производства того, что они не умеют производить. Вот почему все... Я же взорвался сейчас. Почему все точные, в том числе и гостарбайтеры, знают, как пишется слово пылесос? И ведрой смевать. Вот мы докатились. А ведрой смевать мы до Луны не долетим. А знаете, а Медведев тут разозлился. Медведев же, когда разозлился, он страшный. Он айфоны разбивает об стенку. И он сказал, буду строго наказывать за то, что украли такие деньги в Сколково и в Роскосмосе. И добавил, вплоть до увольнения, он бы еще сказал 300 рублей штрафа с каждого и лишу скидок в Икеа. Это плавный переход к рекламе на Юмор-ФМ. Михаил Николаевич. Ну, продолжаем. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. У нас... Да. У нас все время. Еще раз добрый день всем, друзья. И вечер, кто слушает Юмор-ФМ в прямом эфире. Мы продолжаем программу «Неформат» из Судей в Москве. 8870 номер для ваших смс-сообщений. Гостевая книга на сайте работает. Веселый радио.ру. 0731 звоните, пожалуйста. Обязательно в конце программы подведем небольшие итоги. «Устроим блиц». Редакторы уже работают. Ну, а сейчас темы, которые мы решили пройти тоже довольно быстро, они очень важные, но, тем не менее, время программы сжатое. Мы много балагурили. Да-да-да. Давайте по существу. Да. Тема такая. Завязалась полемика между сенатором Маккейном, известным человеком, который, ну, раньше я бы сказал, который занимает антироссийские позиции, но после последней статьи, в которой он сам пытается обелить себя и сказать, что он никакой не антироссийский настроенный персонаж, а наоборот, пророссийский настроенный, пытается открыть российскому народу глаза на то, кто им управляет. Так вот, полемика между сенатором Маккейном и, скажем, пресс-секретариатом президента России. Потому что Дмитрий Песков заявил, что он не считает возможным, что Владимир Путин реагировал на эти высказывания, а началось все со знаменитой статьи, о которой мы говорили в «Нью-Йорк Таймс», где Владимир Путин дал свою оценку проблемы в Сирии. Да. На встрече в Валдае, которая происходила на днях, в дискуссионном клубе, Владимир Путин заявил, что он благодарен руководству «Нью-Йорк Таймс» за то, что эта статья, которая вызвала огромный резонанс в американском обществе и в мировом обществе, была написана без купюр. Да. Благодарность за это руководству «Нью-Йорк Таймс». В ответ на это на портале «Правда.ру» Маккейн написал большую программную статью. Так. О чем он говорит? Пять тезисов. Первое. Российские граждане уже не впервые слышат обо мне как о противнике. Он говорит, я не антироссийский, я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня. Так. Говорит Маккейн. Президент Путин и его окружение, заявляет Маккейн, не уважают ваше достоинство, статья помечена 18+, поэтому он говорит про ваших достоинств. Вот. И призывают вашу власть, и не признают вашу власть над ними. Они манипулируют вашими выборами, они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию, прошу прощения, они осуждают. Опять туда же. Да что же это такое? Ну, да, опять туда же. Так, опять туда же, в это же место. Да, все через это место. Далее он касается темы с Сергеем Магницким и его гибелью в Бутырской тюрьме. Маккейн утверждает, что это произошло из-за взглядов Магницкого. И далее тезис следующий. Как же он, то есть Путин, укрепил, спрашивает Маккейн, международные позиции России, взяв в союзники самые агрессивные и угрожающие всем тирании? Вот такая критика. Ну, что вам сказать? Я хотел... Вот... А вот это умное... А я хотел сказать так. Американцы сегодня настолько дурно себя ведут, что наши власти выглядят на их фонию гораздо разумнее. Я становлюсь защитником России сегодня в международной обстановке. И нормально? Американцы... Сирийцы бомбят сирийцев? Вот так думайте, сирийцы бомбят сирийцев. Поэтому Америка решила бомбить сирийцев. Чтоб сирийцы не бомбили сирийцев, они решили бомбить сирию. Разбомбить все? Да. Смотрите, проблема решена, говорят американцы после, да? Уже никто никого не бомбит. Да, да. Демократия. А вот этот, который вы сказали, Маккейн он или как он? Да. Маккейн. Он нам хочет открыть глаза? Вот меня удивительно. Они все... Наполеон хотел нам открыть глаза, Гитлер хотел нам открыть глаза. Они все говорят, мы вас любим, русские люди, мы хотим скинуть режим. И все время думают нашу Родину переманить на свою сторону против нашего государства. А наша Родина всегда спасала наше государство. Потому что конец государству, конец Родине. Хотя эти два слова я всегда призывал различать. Но все-таки, смотрите, интересно, Сноуден говорит. Друзья, они такие, они не тупые, они идиоты. Сноуден говорит, я вам раскрою секреты. Если вы меня не пустите в Россию, я расскажу, кто у вас сколько ворует. Ой, испугал голой задницей ежа. Это... А мы не знаем, по-твоему? Да мы знаем то, что в Афшем ЦРУ неизвестно. У нас в газетах все с утра пишут, в интернете все есть. Поэтому Путин и сказал, говорит, да Сноуден, ну что за проблема? Это все равно, что свинью брить. Визга много, шерсти никакой. Вот тут-то ЦРУ и обиделось. Потому что они не могут перевести эту фразу, Максим. Они, и Обама говорит, именно после этой фразы Обама сказал, я не буду встречаться с Путиным. Потому что он не знает реально, оскорбил или нет Америку с этой свиньей Путин или нет. Они же зависают, когда переводят слова Путина. И Маккейн, это американское обычное форматное фуфло. И не надо на это обращать никакого внимания. Я считаю, наши по Сирии не должны сдавать ни за что Сирию. Кстати, Сирия, это арийцы изначально, арии. Иран-арийцы. Они тоже корня того же, что им это утверждается по гаплогруппам сегодняшним. Даже по хромосомному набору. Да, они считают, что они рабы. Они ошибаются. Эта арабизация произошла гораздо позже. И то, что наши им помогали и должны помогать. И надо укреплять свою армию. И надо абсолютно отказаться от разоружения. Обама должен просить встречи с нами. А не мы с ним. Нам, Америка, пофиг дым. Они нам ничего хорошего дать не могут. Нам надо укреплять свою армию. Своё всё делать. А не унижаться перед ним. Мне нравится, как Путин с ними разговаривает. Мне нравится, что он как на ковре ведёт себя в этой ситуации по-бойцовски. Вообще, я... Кстати, он вообще достаточно умный человек. Я этого не говорил никогда. Но... Ой, мне так смешно, как его чмывет в интернете. А наши люди, им очень интересно, где Путин держит деньги. Ребят, вам больше интересоваться нечем. Где он зарыл деньги свои? Где он держит щуку? Почему он не боится Америки? Все же держат в американских банках. Ребят, я вам по секрету скажу. Вы видели, он с аквалангом всё время ныряет. Чудо, просто так? А выныривает и озадаченный. Не нашёл. И опять забыл, запамятовал. Для отвода глаз щуку выйдет. Мол, я за щукой нырю. Тоже интересный случай, грандиозный. Вот наши дурные пиарщики. 21 килограмм. Ну, опять профнепригодный. Ну, там нет 21 килограмма. Там от силы 10 наберётся. Во-первых, 21 килограмм двумя пальчиками держать не надо. Ой, а народ возбудился. Весь этот офисный планктон стал высчитывать, измерять щуку. В Википедию заходить, сколько щука может весить. Ну, я вам скажу ещё интересно, то, что не проходило по сообщениям. После того, как Путин выловил щуку весом 21 килограмм, уже никого не удивит, если он устроит автопробег на печи. Из Хабаровска. В Читу. То есть он её отпустил, значит. По щучьему видению. Да, да. Друзья, ну у нас... Простите, последний, чтобы с этой стороны быстро очень... Но вы знаете, после этого Лукашенко поймал сама 57 килограммов. И сейчас Янукович молчит, но уже в Днепре видели кита. Друзья, небольшая рекламная пауза на юмор. ФМ скоро вернёмся. Правда.ру. На правах рекламы. Ну, там вы можете прочитать статью сенатора Джона Маккейна. Я прочитал её и целиком. Ну, что сказать. Не могу... Написана она очень просто, будем так говорить. Без изысков. Конечно, позиция там пророссийская и о чём бы ни говорил Джон Маккейн. Да. Вот. Но, не знаю. Ничего нового, по крайней мере, там я не увидел. А вот Дмитрий Анатольевич Медведев увидел кое-что новое. И об этом... Это мой любимый герой. Будьте добры, расскажите. Он раскритиковал состояние дел в сфере наполнения контентом различных порталов государственных услуг. Цитирую. Как человек любопытный, я залез на портал, говорит Дмитрий Анатольевич. Это, конечно, просто нечто. Вот Росохранкультура. Ссылка на сайт. Захожу на сайт. Последняя новость от апреля 13-го года. Ксению Собчак бросил возлюбленный. Слушайте, это охрана культура. Министру делать нечего. У него больше забот нет. Это потрясающе. Шататься по порталам. Не просто порталы. Это же порталы госуслуг. Госуслуг, да. Ну, организованы-то они менеджерами. Это же для рейтинга. Потому что кто их госуслуги будет? А Собчак вроде прочитал. Может, еще и купишь у нас что-нибудь. Да. Он попросил министра информации Николая Никифорова доложить, кто отвечает за структуру сайта, и заняться вычеткой этого сайта вместе с Ростелекомом. То есть, у нас целое ведомство будет сейчас, ну, заниматься... Заниматься вот этой ерундой, да. Вместо того, чтобы производить продукты, в России не производится все, все, что производится, все чужое. Продуктов уже нет в своих магазинах. А он будет порталы вычищать. Кое-что растет, Михаил Николаевич. Например, что есть подписчиков блога Дмитрия Анатольевича в Твиттере? Достигло 2 миллиона человек. Ну, слава богу! Это значит, Россия на правильном пути. Конечно. Ну, ну, и сколько их? 2 миллиона. И он счастлив. 670 тысяч еще на англоязычном Твиттере. Он по-английски пишет? Ну, вероятно, да. Видите, даже вы так не сразу ответили, уверен. Да, я не... Может, он с ошибками пишет, поэтому так много подписчиков. А в Твиттере у него... Вот смотрите, он хвалится тем, что у него 2000 подписчиков в Твиттере. 2 миллиона. 2 миллиона, простите. 2 тысячи, это мы хвалимся. А у меня-то почти миллион. Это стыдно, это мало. Максим, если по большому счету, для премьер-министра это мало. Тем более, что это преувеличено наверняка. И там нагоняют модераторы. Боты, вы думаете? А? Боты! Все правительство в ботах. А должно быть в кирзовых сапогах, как вы иногда замечаете. Нет, Медведев, знаете, что я недавно про него узнал. Вот после того, как Снэудон, ну, в общем, по-честному сказал, что ЦРУ контролирует все компьютерные системы, все соцсети под контроль на ЦРУ. Медведев, наконец, понял, кто ему подбрасывал червяков в игре «Веселая ферма». Да, я засмеялся и выдал себя, я играл в «Веселую ферму». Вы играли, да, с «Медведем». По сети, да, рубились. У нас есть еще, ну, свободное рабочее время, как обычно это бывает. Есть еще несколько новостей, которые нельзя не затронуть, потому что это новости касаются наших ближайших соседей, от которых мы прямиком зависим. В первом случае... Белоруссия и Украина? Ну, Украина и Молдавия. В первом случае конфеты, во втором случае молдавское вино. Геннадий Онищенко заявил, что молдавское вино не соответствует нормам и критериям. В этой связи оно может быть не допущено на российский рынок. Это вызвало буквально панику в Молдавии. Потому что их вино больше никто не пьет в мире. Нет, вот, например, экс-президент Молдавии сказал, вообще назвал высказывание Онищенко анекдотом. Ты сказал, что он особенно не переживает относительно запрета, потому что молдавские вина на 50% идут в Казахстан, 50% идут в другие страны. И нет ни одной из страны никакого замечания. Только из России. Ну, то есть я так подумал, если 50% идет в Казахстан, а 50% в другие страны, а России среди них нет, то почему переживает Молдавия? Хорошо, действительно. Знаете, я пил молдавское, я пробовал молдавское вино действительно в Казахстане. Не было другого вина и принесли молдавское. Я не стал пить. Это вино гораздо хуже, чем то вино молдавское, которое было в советское время. Оно было чище. А сейчас все-таки они, что-то они там гонят. Что-то они увеличивают количество этого вина, объем вина в ущерб качеству. Ну что, торгаши же руководят. Вы знаете, меня сегодня утром остановил, я шел из офиса, человек лет 70, и сказал, я бывший разведчик, сказал он. За вас за вами слежу. Да, говорит, не бойтесь, я за вами, да, он так сказал, не бойтесь, я за вами не слежу. А он с такой собачкой идет, подмышкой несет, как будто температуру мерит. И, знаете, сегодня ходит с этими айпадами и собачками все. И собачки в подмышках у всех. Эти маленькие сосисочки волосатые такие. Их тоже заряжают. Да, да, да. Подключают. И он мне говорит, знаете, эти сегодня непрофессионалы даже воровать не умеют. Он говорит, мы так классно воровали у американцев секреты. И вот что он сказал. Никогда ни в науку, ни в разведку, ни в КГБ не брали людей, внимание, слушайте все, всем, 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 никогда не брали в эти органы работать, если кто-то был торгаш в семье. Даже потомственных торгашей не взяли. Это другая психология. У них нет родины. У них где прибыль, там и родина сдадут. И в науку не брали. А сегодня Курчатовским институтом руководит человек ближе к финансам, чем к науке. Ковальчук. Вот тот самый. Смотрите, это утром, прямо перед нашей передачей. Я встретил, думаю, вот мне прямо знак, что я должен об этом в передаче сказать. А я отвлекся. А я хотел просто сказать про украинские конфеты. А, да, про украинские конфеты. Крозы запретили возить. Ну ладно, это может быть не самая свежая новость. А самая свежая новость то, что на Украине подсчитали, что запрет ввоза конфет на одну неделю принесет убыток Украине на 125 миллионов долларов. Гениально. Это сколько же мы жрем сладкого в России? Представьте себе, действительно, 125 миллионов долларов. Но если представить себе... Давайте посчитаем, сколько это конфет-коровка. Пусть одна коробка конфет стоит, ну, доллар. Да. Ну, себестоимость ее, наверное. 30 где-то рублей. Мы сжираем, это нельзя сказать съедаем. 125 миллионов коробок. Миллионов коробок за неделю. Ужас. Ну, правда, украинские конфеты знамениты тем, что они чуть дешевле, их дарят врачам. Вот я пришел к одному врачу, у нее в зале же коробок с украинскими конфетами. И врач ждет автослесарь. Нет, он ждет разрешения Анищенко, когда можно будет есть. Тогда можно будет дарить автослесарям. И автослесарь дарит потом другому врачу. Такой круговорот украинских конфет в российской природе. В российском народе, получается. И там уже сгнившие конфеты, покрывшиеся пенициллином, их все друг другу передаривают. Но это особенно дорогие сорта с плесенью. Да, это же лечит от ангины. Друзья, у нас есть очень важное событие, которое нас ожидает в ближайшее время. И о нем мы сегодня обязательно еще поговорим. После того, как прослушаем выпуск новостей. Это вы имеете в виду завтрашний концерт, в котором я тоже буду принимать участие. И это предмет моей гордости. И вы не формал, не формат. Завтра будет концерт в Москве, в Крокус Сити Холл. В 7 вечера, пожалуйста, все приезжайте. Я уверен, я не знаю, остались ли береги. И скажите от Задорнова. Да, Михаил Николаевич обязательно будет вместе с нами. На вахте стоять буду. Давайте сейчас послушаем новость. Давайте. От Маши Белкиной, служба информации Юмор ФМ. Не формат. Новость недели. Шоу продолжается. 21 сентября на сцене концертного зала Крокус Сити Холл вас, друзья, ждет продолжение легендарного концерта «Все хиты Юмор ФМ» на первом. Мы уже делали это в 2011 году. И тогда этот единственный в своем роде хит-парад современного юмора прошел с невероятным успехом. На сей раз мы снова увидим знаменитые юмористические шоу КВНщиков, певцов и музыкантов. А главное, на концерте выступят настоящие мэтры юмора. Семен Альтов, Геннадий Хазанов и, конечно же, Михаил Задорнов. Встречаемся 21 сентября в столичном Крокус Сити Холле. Начало в 7 вечера. Не опаздывайте. Не формат. Новость недели. Друзья, мы вынуждены признать, что программа Не формат выходит на финишную прямую. У нас осталось буквально еще 10-12 минут для того, чтобы рассказать вам о самых значимых событиях последнего времени. И, конечно же, ответить на ваши вопросы, потому что наши редакторы уже подготовили из тех вопросов, которые поступили к нам на портал 0731 самые интересные. Михаил Николаевич, наш традиционный плиц. Давайте попробуем, послушаем вопросы от наших слушателей. Я вам не могу. Добрый день, Михаил Николаевич. Это Дмитрий. Я из Челябинска. У нас умельцы организовали тут церковь Челябинского метеорита. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Ну что, во Франции есть церковь макаронного монстра. Вы не дотягиваете. И, кстати, в этого макаронного монстра паствой становится все больше людей, потому что они добились. Знаете, ведь в германоязычных странах во многих налог на религию есть. А макаронного монстра такой религиозный офшор. Если ты вступил в макаронного монстра, то ты не платишь налог, а считаешься, что ты охвачен религией, оптичен. И в него вступают и вступают. Причем там 10 заповедей макаронного монстра есть. Это очень интересно. Так что, друзья мои, пускай в Челябинске зайдут на сайт макаронного монстра и посмотрят, как это разведет. Вот у меня другое, интересно, с Челябинском связанное. Максим, вы хотите в Вертих, а хотят нет, но там появились имена у рождающихся девочек. Метеорита. И один чиновник сказал, наш город пострадал от метеоризма. Так что ваша церковь, ребят, это не самое интересное событие в связи с метеоритом. Ну, а знатоки проданы, этих осколков метеоритов продано массой в 12 раз больше, чем сам метеорит, который плюхнул. Видимо, при церкви в этой метеорида будет лавка, где будут продавать осколки. Причем еще горяченькими будут продавать. Я просто представил себе такую картинку у этого чиновника из Челябинска, который сказал, что наш город пострадал от метеоризма. Вот ехал на работу, да, на прескопереду. Друзья, я к вам опоздал, извините. Из-за метеоризма. Наш город от него пострадал. А вы знаете, что Путин должен был прилететь в Челябинск, а потом круто изменил свои решения. Своё решение уехал в Сочи с проверкой. Вот как раз перед... То есть, вы видите, что он должен был поздравить? Да, он что-то должен был... И он знал чего-то, реально. Но челябинские чиновники, конечно, больше всего расстроились сочинские чиновники. Они молились всю ночь перед переездом Путина. Но метеорит упал в Челябинск. Да, и церковь тоже там создали. Что дальше? Здравствуйте, Мисел Николаевич, Владимир Смоленск. Услышал, что в ближайшее время планируется запеть двух версий российского гимна. Классической и современной. В записи последней примут участие Стас Михайлов, Фалсу, Валерия, Олег Газманов. Скажите, а вам нравится такой подбор исполнителей? Я первый раз об этом слышу. Я думаю, что это какая-то провокация в интернете прошла. Я сомневаюсь в этом, честно говоря. Но мне подтвердили коллеги службы информации, что да, будет записан гимн в двух версиях. Классической и современной. Или хип-хоп. Всех, кого вы назвали, кроме версии хип-хоп. Да, да. Хип-хоп. А, или, представляете, это заунывность Михайлова. То есть, это... Для тебя, Россия. Для тебя, все для тебя. Все для тебя. Ой. И сразу все предклимаксимальный период начнет петь этот гимн в исполнении. Кстати, Стаса Михайлович сейчас очень интересно. Выпущена подкова на счастье для женщин, которые любят... С волосатой грудью? Нет. С бородка Михайлова. Подковка ее бородку вежит, надо на дверь. Но у всех, кроме Газванова, кого вы перечислили, это же все любимые артисты жены Медведева. Я думаю, что это очередная подстава. Я вообще, мне кажется, что нашего премьер-министра держит специально, чтобы на него сваливать все грехи, все глупости, которые происходят у нас в России. А он, по-моему, не въезжает в тему. А с Газвановым, я вам скажу, вряд ли Газванов в этой компании будет участвовать. Это совершенно... Он вообще пацан реальный. Он настоящий мужик. Мы с ним недавно встретились. Он ведь еще кульбит крутит на сцене. Он акробат. Он в хорошей форме. И мы говорим, давай устроим парад мужиков от шоу-бизнеса. Ведь если есть парад геев, почему мужиков не может быть настоящих? Вот. И хотели, мы стали... Кинули клич в интернете, кто к нам присоединится. И не смогли провести парад. В эстраде осталось семь человек. Для парада это маловато, друзья мои. Давайте следующего. Добрый день, Михаил Николаевич. Сергей из Новокурнецка. Наш губернатор, Роман Тулеев, заявляет, что Йети существует. Николай Валуев, который часто приезжает к нам в службу, с ним совершенно согласен. У меня к вам два вопроса. Существует ли Йети? И... Ладно, в общем-то один вопрос. Смешно. В общем-то один вопрос. Существует Йети. И что еще хотел спросить? Испугается ли он, когда Валуев его вытащит? Откуда? Просто такая запись не очень качественная на телефоне. Мне показалось... А Монтулеев считает, что существуют дети. Дети? А мне показалось, вообще выругался. Йети, 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 Йети. Йети имеется в виду снежный человек. Я знаю, Валуев его давно ищет. Спонсор ему деньги дает. Я не знаю, в чем дело. Но... Это единственный, кто может оспорить его силу, пожалуй. Побороться с Йети, да. Конечно, Йети существуют. В наше время, когда люди курят, когда трава у дома уже... Трава-трава зеленая, хорошая трава. Конечно, Йети существует. У многих Йети существует. О чем вы говорите? Добрый день, Михаил Николаевич. Алина из Москвы. Лето закончилось, и хорошая погода покинула наш город. Михаил Николаевич, расскажите, как вы боретесь со всеми хандрой? У меня, во-первых, не бывает хандры никогда. Знаете почему? У меня нет времени. И я так люблю работать. Меня недавно журналисты спросили, а почему я все время работаю? Я говорю, а мне больше делать нечего. Ну, не... А что? Но эта погода достала. Достала меня через людей. Вот это жалкие наши людишки, которые все время обращают внимание на погоду. Я выхожу, когда из дома, у нас такой есть электрик, который совмещает с сантехником. Знаете, сегодня учительница труда, с учительницей литературы, там электрик читает по физике. Колян директор школы. Колян, Колян. Колян, Толян, братенек. И я выхожу, и он мне каждый раз, какая бы погода ни была, он говорит, ну какая погода, ужас, да? И вот русские люди, вот они не могут жить хорошо. Они с утра звонят друг к другу. Ну ты подумай, а какая погода кошмарная. Ребят, ну неужели вы не понимаете, что люди, которые верят, что погода плохая, они не могут хорошо жить. Это люди, которые ходят на выборы и верят в выборы. А я все время говорю, ребят, вы послушайте слова, связанные с выборами. Урна, урна, туда мусор сбрасывают. А что бросают? Бюллетень, бюллетень выдается больному. Больной бросает мусор. Это больные выбирают главврача из собственной среды. Кстати, насчет выборов, тут не могу не сказать. Это, конечно, когда возбудилась Москва от выборов последних. Нагульных, Нагульный, Навальный, простите, Шолохов когда-то был, моим любимым писателем. Навальный. Ну, слово навалить мне, навалом, значит. Когда Навальный хорошую компанию организовал, он вообще соображает хорошо. Должен сказать, все четко, организация, все работала точно, быстро реагировала на все. Интересно было, шоу хорошее было. Но этот интернет, который пишет, я разочаровался, Собянина одна пишет, после того, как он своим детям сделал квартиру. Он, ау, ты, а он что, тебе должен был квартиру сделать? Нормальная претензия. Но я бы, вот в эти выборы, я бы, знаете, вот Витязь на распутье, вот эта картина должна символизировать наши выборы вообще. Витязь едет на выборы. На коне, перед ним камень. На камень написано, без вариантов. Без вариантов. И он там терепутешит, через шлем думал, тот час думать будет. Вы знаете, по поводу погоды, говорят, что она плохая. Ну, вы абсолютно правы относительно того. Я считаю, что погода всегда прекрасна, поскольку она внутри нас. И как мы воспринимаем окружающие? Ну, конечно, хорошая. Зависит только от нас самих. Дождь идет, чистый воздух, гроза озоном наполнился, снег, грязи не видно на улице. Всегда хорошо. Я сегодня разговаривал с Владивасоком, с родителями. Они говорят, что в Приморье температура сейчас 28 градусов тепла. И, да, очень тепло. И жалуются. Жарко. Но жалуются не только они. Жалуются еще и Пьер Ришард. Вы видите, что у нас времени мало. Да, его Пьер Ришаро так жалко сейчас. Да, он же был почетным гостем международного фестиваля Меридианы Тихого во Владивостоке. И во время пресс-конференции он заявил, что очень разочарован тем, что ему дали не годовую визу, на которую он рассчитывал, российскую, а только на несколько дней и однократную. Более того, я же вам раскрою секрет. Я знаю эту новость, я хотел о ней сказать. Он просил, честно говоря, он просил вообще гражданства российского. Но ему не дали ни гражданства, ни визы. Вот почему. Депортье устроил пикет с плакатом «Москва не резиновая». А есть Депортье гениально только у нас, да? Мог человек, не знающий русского, стать министром культуры Мордовии, получить квартиру в Чечне. Вы вдумайтесь, да, в эту хрень такую, да? Но Кадыров же... Я, кстати, не понимаю, почему Кадыров правду не сказал «давай квартиру». Потому что эту квартиру еще у боевиков отбить надо. А сейчас в Мордовии мордовская киностудия снимает... Разжигаете, Михаил Николаевич. А в Мордовии же сейчас фильм снимается, да? «Обелиск в Мордовии». «Обеликс в Мордовии». Простите, «Обеликс в Мордовии». Новый фильм. Ой, ну этот смешной... Знаете, Депортье классно сказал, про Сноуду, но говорит, сидеть два месяца в Шереметьево, стращать, что объявит всю правду обо всех, всех шантажировать. Не слишком ли тяжелый путь для получения российского гражданства? Друзья, ну на этой... Ой, да, и последнее. Я не могу. Депортье фигура, конечно, гениальная. Вот помните, наши проиграли в Франции, да? Ну, в каком? В 812-м году или... Нет, ровно через... И демонстрирует знание ЕГЭ. Ровно через... А, через 201 год. Да. Вот, и демонстрируете, да, знание ЕГЭ. Но один все-таки россиянин был доволен проигрышем нашим. Это Жерар Депортье. Я уверен, друзья, что завтра все, кто придут на концерт Все хиты Юмор ФМ в Кропу Ситикол... Еще не такое услышат! Конечно, потому что вот мы с Михаилом Николаевичем только что договорились, что все будет без цензур, без купюр. А нет ведь цензуры! Вот смотрите, мы же нам никто не звонит, никто нас не чмырит сейчас с вами. Ну, потому что мы... Мы высказываем личное свое, между прочим, мнение одаренных людей. Честных. Спасибо вам огромное за то, что эти два часа провели вместе с нами. Оставайтесь на волне Юмор ФМ. Всегда веселые и позитивные. Завтра концерт! И никакой погоды вам тогда будет не страшно. Завтра концерт. Смотрите нас на сцене, потом в эфире Первого канала, ну и, конечно же, слушайте эфире радиостанции. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!